Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй-хей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринофф Плей, мы продолжаем Дримфол, который новенький, который только вчера буквально начали. Мы с вами должны проснуться, как нам сказал этот сонный повелитель, мы, короче, должны проснуться и наладить всю эту жизнь, как положено, иначе будет полная беда. Если я когда-нибудь найду выход из этого места, то это мой портал. Я. Эээ, ну давай как-то с тобой портанемся. Так, в разум, давайте зайдем к ней в разум, посмотрим, что она думает вообще-то. Я кто пытался прочитать свои мысли, обратная связь была неприятной. Я металась внутри своей головы, как... как блик в зеркальной комнате. Называйте ее как хотите, но сигнал от моего коматозного мозга слишком слаб. Он приглушается моими мыслями на его. Так ты не думай. Чтобы попасть в мое подсознание, надо как-то усилить сигнал и убавить громкость моих осознанных мыслей. Подумай о чем-нибудь пустом. Подумай о ветре в голове. Так будет лучше. Так, давайте-ка тогда свет ей подрубим. От этого вообще никакой пользы, кроме легкого румянца. Ха-ха, легкий румянца, представляешь? Я в коме и не думаю, что смогу функционировать еще медленнее. Еще медленнее будет только полная остановка. Остановка это плохо. Очень плохо. Я. Мое тело. Ну, конечно. Единственная связь. Так, ну допустим. Как же ее тогда? Ее надо как-то отключить тогда, получать из этого аппарата, и мы с вами... Хотя она помрет вообще тогда. Давай будем отключить ее? А, ну вот, давай. Возможно, это ужасная идея, но если я смогу отрегулировать смесь лекарств, подаваем их мне в вену, то это может дать моему мозгу химический толчок. Импульсный сигнал для подсознания. Как много ты знаешь непонятных слов. Не знаю, сработает это или просто убьет меня. Ну, нищим выбирать не приходится. Проблема в том, что отсюда я не могу нажать ни одну кнопку, эта машина там. В физическом мире. А какого хер? Не думаю, что мои силы мысли распространяются так далеко. Разве что... Разве что я смогу как-нибудь повлиять на положение вещей, отраженных здесь. Давай тогда сделаем так, чтобы твои жизненные показатели немного ушли в говнецо. Тогда прибегут доктора и отключат тебя нахер. Давай остановим. О, смотри, состояние критическое. Все, Зойка помирает. Сейчас прибегут врачи, короче, и их быстрее выпустят. Ой, блин, машина сходит с ума. Чувствую себя очень странно. С машиной что-то не так. Она перекачивает в мое тело сумасшедшее количество лекарств. Ой, я тебя, наверное, прет. Мне нужно лишь немного, а не передозировка. А, тогда... Стой, тогда... Хорошо, значит, волшебная машина непрерывно перекачивает попугающее количество лекарств в мой организм. Тогда, получается, тебе надо срочно, короче, встать. Я не знаю, как-нибудь... Зойка, давай, соберись. А-а-а... Остановить. Во. В свет. Сосредоточься, Зой. Ну окей, разум. Точно. Остановить, короче, подачу лекарств в разуме. И куда же ты собралась? Думала, все будет так легко? Поболтаешь с мистером хлеба и зрелища, прощая мир с вновь, здравствуй, второй шанс. Нормально, ты припоролась такая. Не будь конченой дурой. Ты останешься здесь, со мной. Дело это единственное, что у нас получается. Оставаться мертвой. Отвали. Просто отвалет мне на... Видишь? Ой, почему ты застряла? Ты по-прежнему отвергаешь саму себя свое прошлое. Ты не можешь даже смотреть на себя в зеркало, потому что стыдишься того, что увидишь в отражении. Ты стыдишься меня. Три зойки, смотри, три зойки в одном. Этот поворот. Эй, слышь. Вторая зойка. Подожди. Зойка в коме. Ты думаешь, что в этот раз все закончится по-другому? Это так мило. Нет, ты не уйдешь. И не оставишь меня позади. Мне домой надо, слышь. И я иду домой. Домой? Конечно, почему бы и нет. Почему бы не вернуться домой? Легко. Но ах, погоди. Твой отец лгал тебе. Твоя мать пыталась убить тебя. Ты подвергла своих друзей опасности и потеряла их всех. Всего, о ком и о чем ты заботилась, больше нет. Ты права. Похоже, такой дом идеальное место для возвращения. Это все вранье. Я могу все изменить. Я могу начать все заново, принять правильное решение. Начать заново. Боже, Зои. Послушай, дорогая, несмотря на то, что от чему у нас учат фильмы, нет такого понятия, как начать заново. Мы все необратимо связаны с прошлым. Я не привязана к тебе. Я могу измениться. Никто никогда не меняется. Ого, мы только так думаем. Мы притворяемся, что учимся и растем, но остаемся все теми же детьми, которыми были всегда. А когда дело находит до драки, наши истины, я всегда возвращается. Как ты думаешь, почему я здесь? Я это ты. Ты это я. И тебе никого не надо нам. Чем скорее ты это признаешь, тем раньше мы сможем закончить этот чертов фарс. Занавес. Посмотрите, такая была. Я это ты. Ты это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня. Простись, Зойка! Сосредоточься, опять разум. Ты думаешь, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, понятно. Так, ээээ... Кто? Кто ты? Ты забыла, кто ты? Или кем была раньше, когда начала играть в героя? Сновидца, спасителя миров. Я одна в отражении, оглянись. Все, что касается тебя, это ложь. И я, гребаная правда. Тебе этого не избежать. Ты какая, смотри, баба вообще не поддающаяся. А еще разум. Окей, окей. Так, она права. Ну, возможно, ты права. Вот как? Ты еще более жалкая, чем я думала. И даже не можешь постоять за себя. Хорошо, убирайся обратно в свой маленький мирок, сука. Ты можешь прятаться там, пока наше тело не истлеет. А затем мы сможем наблюдать, как горит вселенная. Похоже, в этот раз это не займет много времени. Прокатило, что ли? Так прокатило же, ну. Она же сказала, все, убирайся нахер. Да что ты будешь делать? Окей, домой. А, это было уже. Да это было, было, было. А что тогда сделать надо? Надо еще больше запустить тогда этой херни. Эй, да хвахит это, слышно. Да, и он не скипывает сюда и херня. Так, ну он идеально, что идеально. А, да-да-да-да. Может, правду? А, это было уже. Ну да, да-да-да. Короче, вот она, говорит, убирайся в их жалкий мирок, сука. Это в этот раз не зовет много времени, чтобы мы умничтожим, короче, наш мир. Тогда чего еще-то? Здесь больше принца... А, может, сюда подойти? Может, здесь где-то что-то появится? Не, здесь мир снов, ничего нового не появилось. Подожди, сука. А если я встану с этой стороны? Она появится, стой. Логично, наверное. Слишком много хороших вещей, не обязательно лучшая вещь. Мне нужно быть в этом теле, и нужно перестать говорить, как извращенка. Это ты той говоришь, которая там? Ты думаешь, что этот раз все такое сейчас по-другому? Так, 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 так. Домой. А, ты что-то так долго говоришь? Походу, там надо выбрать какой-то другой вариант, чтобы уломать эту суку, которая называет нас сукой, чтобы та сука пропустила нас, короче, в наше тело, и мы, короче, вернулись в нормальный мир. Да-да-да, идеальное место для возвращения. Хватит трещать. Узнать, что узнать-то? Нет, ну и что? Вот. Мне не нужен идеальный дом. Я просто хочу домой. И вернуть назад свою жизнь. Прекрасная речь, старшая сестренка. Трепетировала? Как ты назвала меня? Задела, да? Ты, это была ты. Ты была там. Ты попрощалась с Верой. Не смей издеваться и использовать это против меня. Это никогда не было я. Ты избавилась от меня раньше. Ты проигнорировала свою истинную сущность и решила стать героем. Как будто из этого могло что-то получиться. Нет. Не героем. Взрослой. В отличие от плаксивой суки, которая была. Но, знаешь, это нормально. Я принимаю ту, кем я была. Я принимаю тебя. Избавь меня от этого дерьма. Ты лжешь сама себе. Ты не хочешь иметь со мной ничего общего. Я готова принять ту, кем я была. Кто я есть. Кем я буду. Да ну. И... И кто это? Точка принятия решения. Ваш выбор серьезно повлияет на сюжеты. Игровые праздники России. Путь, который может быть. Путь, который когда-то был. Не, нельзя возвращаться в прошлое. Надо, короче, на первое выбирать. Раньше я знал, в каком направлении должна следовать моя жизнь. Но я не уверена, что хочу дальше идти тем же путем. Это нормально. Я готова измениться. А здесь что? Раньше я точно знал... Ага. Но она не хочет менять обратный путь, поэтому путь, который может быть. Баланс сместился. Я пока не знаю. Теперь ты часть меня. И всегда ею будешь. Мы нужны друг другу. Ну же. Жизнь ждет прямо там. Давай выясним, что происходит. Ну, я ж, Грю, прокатит. Надо было постоянно трещать. Трещать со своим злым воплощением. Походу, какая-то злая Зойка, которая не хочет вообще ничего не менять. Которая и так все нормально. Которую все устраивает. Но есть другая Зойка, которая... Меня зовут Зоя Кастильо. И я жива. Wake up, ёпте. Ха-ха-ха-ха. Зойка проснулась, смотри-ка. Вот этот поворотик. Ай-яй-яй. Это было внезапно. На самом деле, я дожидался, потому что нам сказали просыпайся. Но что вот в таком все ключе это произойдет, что придет какая-то непонятная сущность в виде бывшей Зои. И начнет нам предъявлять претензии за то, что мы, типа, никчемные вообще создания существа. И тут вдруг, короче, ну, нет. Я принимаю тебя. Входи в меня, а я войду в нее. Мы будем в троечка сидеть. И все. Глава вторая. Пробуждение. Это прям как книжка называется. Книга первая, глава вторая. Пробуждение, пробуждение. Три месяца спустя. Между тем. Видать, ее откачали. Кислотно-щелочной баланс выровнен. Наполнение солей в организме нормальное. Все похмелье от наркомании прошло, в которую вкачивали в нас столько много времени. Добрый вечер, надзиратель. Как поживает твой заключенный? Командир? Все хорошо. Если хотите, то я могу показать вам. Я здесь не для этого, чтобы проверять твою тюрьму. Надзиратель, я пришел поговорить. А, ваш апостол. Алване. Он больше не апостол. Он был нашим инструментом, но теперь он затупился. Он нам больше не нужен. Алване, я помню, полный был такой у нас, чувачок с нами бегал. Нет, пришло время со всем этим покончить. Можете ли вы его разъяснить, командир? Боюсь, что моя способность читать между строк немного хромает. Ты ошнубе. Мы хотим, чтобы кальс Киан Алван состоялся как можно... Скорее. Понимаю. Я думал, что ваши шестеры должны сначала осудить и приговорить Алване. С каких это пор ты стал экспертом законов Хазадин, Надзиратель? Ну, я не эксперт, сэр, но у нас есть собственные законы и правила, командир. Мне сказали, что Киан Алване отправят в Садир для... А я говорю, что приговор должен быть исполнен. Сегодня ночью. Что? Невозможно. Мне нужно вызвать палача и... Как скоро? Ну, с первыми лучами, с самой ранней, но все равно. Значит, с первыми лучами. А как же канцелярия? Надлежащие документы, подписи, печати... У тебя есть два варианта, Надзиратель. Либо ты делаешь, что говорят о казнишке Анналваны с первыми лучами... Либо будешь висеть рядом с ним, когда солнце осветит вершину монашей темницы утром. Как все это закончится, зависит только от тебя. Выполняй свои приказы, Надзиратель. Варвары. Что-то не хотел быть я на месте этого Надзирателя. Вроде долг свой исполнять, вроде крысы конторской, а еще... У меня есть только одно воспоминание о моей матери. В одну из ночей она прижала меня к себе и спела старинную песню своей страны. Я не помню мелодии, но помню слова. Я помню слова. Сты, дитя, спи. Спи, у мамы, на груди. Пусть дует ветер, и дождь льет. Слышишь, палач идет. Смотри, как голова предателя падет, а тень его душу заберет. Спи, дитя, спи. Мы никогда не будем далеки. Ибо мы скоро будем свободны Вместе на вечном, холодном, холодном море Мир бездомный А, Алваны Ты здесь, замечательно Нормальный такой колыбельный На три палач идет Я слышал, ты отказался от своей последней трапезы Жаль Я лично одобрил меню Там были... Сосиски Молчать Надзиратель Мурона там не забудет Тишина Ты всегда был немногословен, Алваны Рассудительный прагматик до самого конца Одобряю Как ты знаешь, твоя кайса стоится на расцвете Я должен признать, что мне любопытно Почему после такого длительного времени тебя отчаянно хотят записать в мертвецы Очень любопытно, но... Я здесь не по этому, нет Как ты и так же знаешь, ты можешь выбрать между повешением и обезглавливанием Насколько я могу судить, ты еще не высказал свои предпочтения Если ты откажешься от этого выбора, то мне придется принять решение Об орудии твоей смерти Я всего лишь хочу убедиться, что мы расставили все точки над И Молчать, он же не многословный был Молчание? Значит, я сам сделаю этот выбор У тебя нет семьи, Алваны? Моя семья очень важна для меня Почти так же важна, как мой долг перед этим городом и этот пост В случае моей смерти мне было бы вольно знать, что моя семья так ничего не узнает И у них не будет тела, чтобы похоронить Никакого завершения Я знаю, ты человек веры, человек принципов Я так же понимаю, что произошли события, ну, заставляющие задуматься о твоем призвании Но чего я не понимаю, так это почему ты решил просто сдаться Перестать бороться Понять? Ну давай поговори маленько, что ли Ты не поймешь Поверь мне, Алваны, у нас намного больше общего, чем ты думаешь Нет, у меня семьи Нет страны Не застражаться Так что оставь меня в покое и дай спокойно подготовиться к смерти Очень хорошо Все было... должным образом записано У меня нет причин спрашивать о порядке исполнения казни Они даже угрожали мне отставкой и другими вещами похуже Стоило мне только ослушаться их приказов Они плохо меня знают Угрозы пусты А вот надлежащее оформление документов Совсем другое дело Мне придется просто смириться с тем, что мои вопросы навеки останутся без ответов Смирись, а что поделаешь? Увидимся на рассвете, Алваны Петля для тебя уже будет готова Вот те два Потому что вот те раз уже где-то был А это вот те два Ну правильно, все нормально Помолчали, помолчали Потом, короче, херак Высказали пару слов Инозиратель обиделся и ушел Там, по-моему, восстань какой-то бунт О! Вставай, Киан! Нет времени! Пошли, ни хера себе Вот этот поворотик Пойдем, погнали Время поджимай, давай, пошли Ну пошли, пошли, куда? Что происходит? Нет времени на объяснение, идем! Что там внизу происходит? Это спланированный бунт, парень Мы вытащим тебя Отсюда, кто ты? Я тебя знаю Чертовски на это надеюсь Ты чуть не проткнул меня своим мечом Че? Болото Именно Там, где я совершил дерзкий и лихой побег в последнюю минуту А тебя арестовал свой собственный командир Если ты сопротивлением, зачем ты помогаешь мне сбежать? Только так ты сможешь отдать свой долг и помочь освободить наш город А пока что нам нужен этот чертов ключ, чтобы миновать эти чертовы ворота В смысле? Капитан Так, подожди, некогда Пойдем быстрее за чертовым ключом, чтобы открыть чертовы ворота Эй, эй, помогите мне На, помогай Ну-ка вальни отсюда А, он тоже зарезанный Какой-то молодой еще Так, выбраться Ты знаешь, как пройти через эти ворота? Стражник У него в кармане есть ключ Помочь ему Могу ли я как-нибудь что-нибудь сделать для тебя? Ну, хоть что-то? Моя... Моя семья Скажи им Расскажи им, что со мной произошло Скажи им, что я очень сильно их люблю и что... Мои дети Скажи им Что я ими горжусь Обещать Я обещаю Они живут в Бонсе Моё имя Стонт Арн Стонт Спасибо тебе Ну, без проблем, чувак Вообще помогу Так, где ключ-то? Заточка Это, по-моему, ни хера не ключ А, вот и ключ Похоже на ключ от ворот Да, чувак, спасибо, Арнт Я вообще передам, если не забуду Но я попробую не забыть Так, капитан, у меня есть ключ Я не могу убить невинного человека В смысле ты не можешь? Что там происходит? А, хотел бы я знать А сзади прочно укрепились Они что-то замышляют Новых крупных войск к нему не прибывало Но в то же время они перестали продвигаться на север Как оказалось, они заинтересованы только в удержании города Сахья и Вамон все еще у власти? О, разумеется, они у власти Но ходят слухи, что одна из чертовой шестерки скоро прибудет Вот почему мы должны быть готовы Вот-вот что-то случится Так, поехали, у меня есть ключ Отлично, погнали Че ты там бубнишь без стоп-титров? Ну так не разговаривай со мной Follow me up, not down, но без проблем Он говорит, следуй за мной А, бурно растает, приближается к нам Нам нужно продолжать подниматься Найти путь наружу до того, как темница превратится в дымящиеся развалины А его мучили, смотри, пытали Он кнутом по спине хлистали По-любому, прям вот эти или... Нет, бабу к нему явно не приводили Это по-любому кнутом его херачили Так, это че, тоже не открывается? Up, up, up Ты там опаешь, опаешь Понятное дело, что наверх надо идти Мы наверх с тобой и идем Где ты там, старый черт? Пошли Я просто не знаю, вправо, влево Нихера себе он такой Куда? Что ты имел в виду, говоря о возврате долга? Ты чуть не угробил нас, парень Твоя последняя выходка никому не принесла пользы Если только твоей собственной душе Вот твой шанс раскаяться Я не хочу раскаиваться Я готов умереть за свои преступления Почему ты просто не оставишь меня здесь? Ха, возможно, ты и готов умереть, Киан Но сопротивления, конечно же, нет А теперь найди, чем открыть эту чертову дверь Что-нибудь длинное и тонкое, чтобы изловчиться и изломать замок Какую дверь? Эту? О какой двери-то он говорит Вот от этой, может быть? А, так у меня есть отмычка, лон, заточка Будь проклятой, тень, она сломалась Лезвием лучше убивать, а не скрывать замки В смысле она сломалась? Попудал, что ли? Просрали заточку в реке только что Значит, в бочке где-то что-то есть Так много бочек Они никогда за собой не убирают Так, длинные и острые Вот швабра Взять Ага Длинные и острые Это швабры, по-любому Ну-ка, давай пробуем швабры открыть Здесь один жив Давайте выясним, что он знает Куда они пошли? Скажи нам Если швабры плохая отмычка, только если не взламывайте Подожди, слышь, пират, а там эти идут Ты давай попробуй как-то с ними разобраться Они пытают его до смерти Так, открыть Заперто, и у меня нет времени взламывать дверь каждой камеры Понятно Отмычка, 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 срочно не отмычка Здесь тоже заперто Что-то я ничего и не вижу Вот, отлично, нашел Так, 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 так Где-то по-любому кто-то Ну, конечно же, вот Подушка, замечательно Перетащите предмет на другой, чтобы совместить их Подушка на швабре, это значит Подушка на швабре Это как будто втащить подушкой на швабре Какая-то странная Странная оружка Я такой еще не встречал Заперто Заперто, да Во, я уже по кругу прогулялся Смотри-ка как Может там внизу что-то где-то есть Переговорная труба Привет Есть кто-нибудь? Мне нужно взламывать замок Ну попробуй как-то, я не знаю, вот так вот Так, тоже не прокат Подожди, а чем же открывать-то? Может быть у охранников Может как-то спуститься Попробовать их втащить этой подушкой Но мне кажется, нихера не получится Хотя их можно будет задушить, наверное А, тут, короче, все Тут печок Ладно Так, а здесь что? Тут никак не пройти Понятно, значит, наша отмычка Находится на этаже выше Потому что если бы она-то не находилась Нас бы сюда, в принципе, не пропу... Не... Упускали бы этот проход Так, давайте внимательно посмотрим Бочки, 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 бочки Так, может у тебя? Что мои люди на самом деле сделают здесь, в Меркурии? Это ты, мне скажи, парень Они твои люди Я не знаю Думал, что знаю, но я ошибался Дело не в вере, дело в чем-то другом Ха-ха Вовремя же ты это понял Я не верю, что на то, что они запланировали Была святая воля богиня Скорее уж не честивая воля кучки прогневших людей, Шек Так, ну этого нет ни хера Тогда получается, где же отмычка-то? Бунт, бунт, бунт Я не вижу вообще ничего такого острого, чем можно было сломать замок Открыть Подожди Отдай ему вот эту херню Нет Большинство заключенных все еще под замком Ну понятно, значит, это не то Так у него где-то по-любому там отмычка есть Да что, какой дурной-то Все же, когда сидят в тюрьме, готовят себе отмычки И оружие побегает, еще что-нибудь того А ты даже не подозреваешь об этом Ну, молваны, в конце-то концов А, вот А вот он, наверху Опа-опа Прилетело сразу Крепость окружена солдатами Кажется, в основном солдатами, а сзади Прекрасные лучники Мне повезло, что я везулся от этих стрел А-а-а Теперь, короче, надо высунуть подушку А не стрельнуть в нее И мы возьмем острую стрелу оттуда Вот Давай-давай-давай Красавчик! Красавцы! Ха-ха-ха Она не сломанная и достаточно тонкая, чтобы пролезть в замок Я смогу открыть ее ворота Давай-давай-давай Во! Ни хера он уны Да, сообразил, короче На подушку доедет швабру И сделать из нее такую херню Я бы никогда не догадался Хотя, это же я сделал Че тебе не догадался? Ха-ха-ха Это же я догадался Я тоже молодец Тихо-тихо А че тут подох уже? Че-то бегать разучился Правильно я поступил Обрекая его на такую судьбу Я поклялся никого Больше никогда не убивать Но не уверен, что это когда-нибудь будет так легко По крайней мере, я должен сдерть данные ему обещания Да хватит бубнить Вскрывай замок давай Погнали, капитан! Он что-то бубнит его мысли Хорошая работа Следуй за мной Не, старичок А ты давай за мной следуй Я-то помоложе Я уже убежал А ты там пока дохромаешься Своей костолюшке Старый пират У него только попугая не хватает Нога на палке есть Они провалились на этаж под нами Эй, однозиратель Выпускай меня давай Ты слепой или че? Смотри, заключенный стоит Ну, по-моему, насрать вообще на это Где старичок-то? Закипел там, по-моему, не хочет сюда идти Ща еще что-то надо найти по-любому Или дождаться, пока он до сюда допредет, дотопает Че с ним случилось-то? Не понял я сейчас Эй Пират, ты где? Может, они в натуре догнали? Че он там говорил? Ты че тут закипел-то? Это прикол, что ли? Он специально застрял или че? Это баг какой-то Не может такого быть Хотя, в принципе, че нет Ты специально застрял или че? Дружище Хорош Он врос просто в железку Он бегать перестал Но все указывает на него Не знаю почему Там еще Возможно, должен быть какой-то диалог Что они дойдут друг до друга И здесь Он ему скажет Открывай камеру Иначе я не проткну тебя своей костылем Потому что другого ничего не происходит Просто так ходить по кругу без бега я не хочу Ну да, собственно Смотрите, в этот раз, короче, я все сделал И он у тебя не застрял В прошлый раз он застрял, короче, в этих воротах И не смог пройти Косячок Косячок Очень большой косячок Короче, влияет еще очень сильно на игру Потому что этот косяк В принципе, обрек меня на Конец игры Пришлось перепроходить Да, это же наш старый друг, мистер Мурон Балсай Баким Я должен был догадаться, что ты не дашь себя так легко схватить Ты чертовски прав Теперь дай нам пройти Я боюсь, что это Совершенно невозможно, Балсай Ваше путешествие заканчивается здесь Я боюсь Этот замок не вскрыть Он загнул его со своей стороны Во имя нечестных гениталий Мажало, надзиратель Открывайся уже чертову минуту Слова, 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 мистер Баким Вы же прекрасно знаете, что я не реагирую на угрозы Когда я доберусь за тебя, надзиратель Ты пожалеешь, что твоя бабка раздвинула ноги перед твоим дедом Нихер он грубоко копнул, ты понял? Нет? Он не на мамку наехал, он на бабку наехал Да, скорлит, вот жалтой грязную задницу, Мурон Пропусти нас Прямо сейчас, черт побери Че надо-то? Однажды, Мурон Где нормальный диалог, че читать-то? Слышь? Что мои люди нас... А, это я с ним уже разговаривал в прошлый раз И ведь скипли никак нельзя эти диалоги И когда он и разговаривает, двигаться нельзя Может быть поговорить с надзирателем еще разочек К самому уже А то этот только на бабку угрожает Ну как надо было так через поколение перепрыгнуть, реально Зря ты, говорит, твоя бабка раздвинула ноги перед твоим дедом Ну уйдите уже! Так, слышь, Мурон Как тебя тут с тобой забазарить-то? Боюсь, это последнее... До чего ты доживешь? Убедить Послушай Слышишь? Твои заключенные бунтуют надзиратель Рано или поздно они доберутся до этого этажа Пропустишь меня сейчас, и я буду снисходительным и милосердным Они тебе такой чести не окажут Понимаю И где, скажи на милость, гарантии того, что ты держишь свое... Обещание Вот практичный довод Хорошо подумай об этом, надзиратель Моя снисходительность на данный момент твоя единственная надежда Возможно Но, как ты, наверное, догадываешься, я добился своей должности не через веру на слово Особенно в тюрьме Честно, здесь... В дефиците А... тогда... Ну да, вот это, само собой, надо купить, да? Если моего слова для тебя недостаточно, что насчет золота? Ты пропускаешь нас, и мы щедро тебе платим С чего ты взял, что я поверю в искренность этого предложения? Если изначально мне было мало одного честного слова Кроме того, Алваны, монета... Никогда не склонит меня против моих обязательств Разве ты уже недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы... Понимать, что моей нравственностью руководить долг, а не деньги? Уходи Ты меня утомляешь Мой разум не поколебим, Алваны Ты можешь признать поражение Он отказывается слушать Я должен быть умнее Что он раньше о себе рассказывал? Не, ну, я... Семью-то бы я нажал, но прикол в том, что он не реагирует на угрозы А угроза о семье это те же самые угрозы Все еще пытаешься, да? Безнадежно и совершенно бессмысленно Тогда семья Ты семейный человек, Мурон, не так ли? Ты хочешь оставить своих детей без отца? Если не ради себя, так сделай для своей семьи Открывай! Моя семья важна для меня Я бы не хотел, чтобы мои мальчики росли без отца Их матери не хватает моральной стойкости для привития им почтения и твердости характера Да простят ее боги Она хорошая женщина, но лишь женщина Так уж и быть В твоих словах есть смысл Я поверю тебе, несмотря на всю эту ферню, которая была раньше Отойди, Алваны С силой мысли открывает он решетки Благодаря своих багов за то, что у меня нет на тебя времени, Мурон Но твой день настанет Спасибо, надзиратель Эээ, ты чё делаешь-то? Ты чё, попутал, что ли, я не понял? Ты давай тут обещай, не обещай, мужик понормальный. Ты его не сел заслуженный наказание, достаточно скоро. Чё он издиратель, он просто выполняет свои обязанства, чё вытворяешь-то? Я не буду тебя трогать, не буду тебя трогать. Сука, Алвана, прям расстрел меня. Не-не-не, обычно в таких местах я убиваю тех людей, но здесь-то нихера себе, он нам пообещал, уши затёр, надиратель сам пришёл во нём беспокоиться, а он такая падла взял и чуть не завалил. Дальше полететься, нам не пройти. Теперь нам нужно найти путь на крышу. Я не говорил, что хотел покинуть это место. Что из сразу будешь казнен утром, до тебя не дошло? Что из фразы сопротивления нуждается в тебе, ты не смог понять? Почему бы вашим людям доверять мне? Я же их враг. А, ты был врагом. Я верю, что твоя преданность своему народу как-то преуменьшилась в прошлом году. Откуда ты знаешь, что я просто не нападу на тебя, как только мы уберемся? О, я знаю. И другие тоже. Наша вера редко подводит. Этот проход идёт на крышу. Но ворота закрыты намертво. Нам тут не пройти. Нам нужно найти другой путь наверх. Азадинский мозг надо бы быстрее включить. Так, ну давай стрелой. Херушки там, да? Не работает. А заточкой? Нет, надо чем-то сломать. Заточку опять сломает. Тихо, что здесь было сейчас? А, это ты. Эти действия, короче, вообще... Вот! Он надёжно закреплён на стене. Тогда попробуй его заточкой. Нет. Тогда стрелой. Нет. Так, тогда нам, короче, что-то надо, чтобы сломать этот Файкл чем-нибудь. Ящик какой-нибудь или что-то типа того. Вот! Нет. Бочкой. Нет, нет, нет. Подожди, подожди, алваны. Алваны-болваны. Так, нет, нет, нет. Надо что-то такое найти, чтобы что-то сломать. Спалил кожу, попытался себя вырвать. Но... Твою ж мать, алваны! Давай сообрази что-нибудь то. Опа, что загорел сейчас? Засинело всё. Тихо, тихо, тихо. Может быть, заключённого вы вытащить? Нет, у меня времени. Нет, у тебя времени. У кого нет времени? Чем же открыть эту решётку? Я не пойму. А, вот ещё. Так, мужичок ушёл. Ааа, его на столе что-то лежит. Надо что-то обмотаться. Рукав какой-то найти или что-то типа того. Ну, конечно же, вот. Салфеткой. Потом как-то попробовать... Тарелку взять? Опа, кого-то убило, по-моему. Я не собираюсь опускаться за того, чтобы начаться... Ааа. Понятно. Короче говоря, не хочется ушать судьбу. Так, смотри. Значит, ааа... Теперь у нас есть факел такой. И для чего он нам нужен? Ты поджёг его? Она не загорится, как одна же скалмудрец из Азада. Влажная тряпка не подходит для ростовки. Тогда на свече надо... Подсушить. Давай, давай, давай. Тень. Мне нужно более сильное пламя, чтобы зажечь этот факел. Ааа, тогда... Нет? Нет, подожди, а... Чем же ты хочешь его посушить-то, я не пойму? Опа, прилетело чё-то. Ааа, он не загорится. Так, а чем же тогда её тебе подсушить-то, я не пойму? Алван, а ты чё вытворяешь со мной? Там внизу были разлитые бочки, и в них была какая-то херня. Может быть, в этой херне надо было её обэтовать. А посушить я не знаю в чём. Может быть, просунуть сюда, и она там сверху воздухом просушится? Нет, ничего не так. А как тогда? Бляха, я не понимаю. Слышь, капитан, подуй на эту. Подуй, растопи её. Скажи, чтобы она высохла. Пожалуйста, капитан. Что ты делаешь? Жиг же, что мы ели два раза в день приводили в этих бочках. Меня тошнит это узловоние. Мне это-то не то. Тогда вот это. Они используют эту штуку, чтобы доставлять еду из кухни. Цепь седина с механизмом, который чё-то там... Она покрыта густым маслом, ну, в конце-то концов. На-ка. Вот, 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 вот. Отлично. На-ка. Так, теперь у нас есть факел. Чё дальше? Они в нас стреляют. Так, ну а чё, теперь у тебя есть факел, теперь у тебя есть, в принципе... Капитан, чё дальше, что ли? Ты с определением проникла внутрь башни? Пока ещё нет. Вот здесь ты выступаешь ты, парень. Ты наш ключ к башне. Это башня настоящая крепость. Как по-вашему моим богиня я должен попасть внутрь? Ты с этим быстро разберёшься. Ты слишком многого от меня ждёшь. Посмотрим. Возможно, это окажется на высоте, ага. Я хер его знает. Так, чем-то надо потушить факел. Может быть, опять исполнить рычаг? Там, может, еду привезли. Опа, прилетело чё-то. Из железных прутев он будет довольно сложно попасть. Это чё ты натворил сейчас? Ещё тёплое, но быстро остывает. А не ползут сюда или чё? А, должно быть, я смогу вкарабраться по цепи. Ну, в конце-то концов. Поехали. Нихера они тут придумали, короче. Он обохерачил её маслом, чтобы масло, короче, всё сгорело. Чтоб она стала не такой скользкой. И он смог по ней залезть наверх. Обосраться. Прям квест какой. Они подготовили для тебя петлю. Смерть предателя. Что мы здесь делаем? Где наш облачный корабль? Нам нужно выиграть ещё немного времени. Скорей. Заблокируй ворота. Вот эти. Воспользуйся рычагом, чтобы опустить засов. Скорее. Скорее? Как говорится, скорее. Во имя семьи шлюх, моджа, алокеан. Опусти этот грёбаный засов сейчас же. Оу, оу, оу. Сука, я хотел серию закончить на этом. Закончил серию. Ну, в принципе, на этом мы сегодня и закончим. А я скейт, на жужу, чтоб ничего не шло. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И сейчас до следующей серии, где мы закончим, наверное, побег из тюрьмы. Найдём наш овощный корабль. Успеем заблокировать эти ворота. Я думал, тут как бы всё не зависит от того, насколько долго я это делаю. Охранники же снизу не бежали. Оказывается, зависит, вон, ну как. Так что всё, всем пока и до встречи в следующей серии. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok